28 ноября в одной из школ Красноярска прошел фестиваль национальных видов спорта. Только представьте, 11 команд из 11 школ Кировского района состязались в быстроте, ловкости и находчивости. Мероприятие было зрелищным, красивым. И любопытным как минимум. Национальные виды спорта не для каждого из нас, они, конечно же, близки. Я знаю только Северное Магоборье, например. Ты участвовала в нем, что ли? Я не участвовала, но знаю, что это признанный вид спорта, и он очень сложный. Там очень много дисциплины, и надо иметь какие-то титанические усилия, на самом деле. То есть любителя там делать нечего, вот так скажем, приобщиться к такой культуре. Очень сложно, если ты на севере не жил, как бы, и вообще с этой культурой... Но мы сегодня тоже кое-что попробуем. Представь, пожалуйста, наших гостей. Полтан Халжигитов, председатель Совета национальных объединений МИР и Шариф Мах... Шариф Мох, правильно, да? Да. Шахма... Махмачаева. Представитель таксистской молодежной организации. Расскажите, пожалуйста, как вообще прошли состязания, вот этот, скажем так, марафон знакомства с национальными культурами? Что говорили все участники? Какими их отзывы? Фестиваль прошел очень интересно, оживленно. Действительно, на сегодняшний день многие виды спорта, они экзотичные становятся, потому что многие народы забывают о национальных видах спорта. И основной целью нашего фестиваля, который стал уже ежегодным, является знакомство с культурой, со спортивными традициями различных народов, проживающих в Красноярском крае. Например, вот такими именно? Например, у нас был тувинский вид спорта ТВЕК, он на самом деле популярен у многих народов. Это набивание вот такой вот свинцовой монетки, которая привязана... Набивание на стопу, да, да. Непонятно. Набивание на ноге, а это, видите, получается как маленький вертолетик. Вот здесь какой-то конский хвост. То есть он помогает планировать, да, вот эти волосы конские? Да, да, да. То есть цель набить максимальное количество раз. И это один из видов спорта. Также здесь, как вы понимаете, нужна сноровка, ловкость. А помимо этого у нас был масс-рестлинг якутский, например. Это перетягивание палки, то есть участвуют... Палки? Не каната? Именно палки. Два соперника участвуют. И цель перетянуть палку на свою сторону, либо даже вместе с соперником. То есть есть какая-то черта и зона, на которую нужно соперников втащить, скажем так, да, втолкнуть. Да, да. Я видел такой вид спорта, да, увлекательно. А ты в нем участвовал? Я в нем не участвовал, но я, по крайней мере, наблюдал. Такая тяга к поясу. Да, также мы решили добавить немного экзотики. Действительно, я уж не знаю. Мы ребят одели в маты, ну, специальные маты, специальные костюмы и устроили борьбу с умо на татами. Это чтобы было нетравматично или чтобы было веселее? Это чтобы было нетравматично и веселее одновременно, да. И чтобы японцы приехали в Красноярский край. Учиться. Ну, в преддверии универсиады, да. Возможно, все актуально, да. И помимо этого у нас также была башкирская национальная игра «Бой мешками». Она также, на самом деле, представлена у многих народов, но здесь... А в мешках что? В мешках подушки. А, подушки? Ну ладно, мало ли, а то, знаете, таким мешком прилетит, мало ли покажется. Надо будет уворачиваться, ловко очень. Да, на самом деле мы проводили фестиваль национальных видов спорта в два этапа. То есть мы его провели отдельно для студентов в воскресенье 25-го числа. И для школьников уже у них свое. Кировского района отдельно. Вот вчера провели фестиваль. Естественно, все участники, школьники младше 18 лет, поэтому мы, естественно, в первую очередь думали о безопасности. Поэтому у нас в мешках подушки, допуск, естественно, врачей. И все максимально. Не говорите, ни спичек, ничего, да, ибо это не игрушки. Давайте хоть покажем нашим телевизорам, да и нам вообще покажите. Интересно уже посмотреть, как же это все действует. Мне кажется, у любителя это тоже не получится. Нужно натореть хорошо. Я могу показать, как любитель. Давайте, давайте, чтобы на контрасте. Я не умею. Раз, два, три, четыре. Ну, четыре это не похоже. Четыре раза. Ничего себе любитель. Теперь профессионалы. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, мы продолжим, наверное, программу. Отлично получается, да. А можно, можно, можно. Давай ты попробуешь. Я не знаю, насколько... Ну, возможно, это как раз к вопросу о приобщении. Мне очень неудобно, потому что, видимо, классический костюм не позволяет. Нормально. Очень термином, Соник. Нет, 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 это был только первый. И все, и вот. Жизнь, мой друг. Поза победителя. Как этот, как гимнаст не мешал из всего. Что в планах? Может быть, перед Новым годом готовить какую-то программу, которая познакомит уже с традициями и расскажете именно о праздновании больших зимних видов спорта. Ну, мы же знаем, что на севере есть свой Дед Мороз, например, да. Его называют и у финнов, и у наших тоже коренных народов малочисленных. Да, действительно, это и есть. Мы проводим для детей зимнюю сказку, в которую как раз включим познавательную составляющую для детей представителей разных национальностей, проживающих в Краснодарском крае. То есть будет культурная познавательная часть о народах, проживающих в Краснодарском крае. Ну, легенды, сказания и мифы, да, наверное, вот все, что связано с зимой. Игорь завис. Он, я думаю, засмотрелся на диване. Я просто смотрю и вот таким взглядом просто на этот предмет, потому что я, ну, не люблю проигрывать ни в каких играх. Вот сейчас я всего лишь два раза смог набить, наверное, я буду тренироваться, чтобы потом поучаствовать. А можно это сделать как-то самому, да, для того, чтобы вот уметь и натореть вот в такой забаве? Ой, самому вот конкретно вот как именно... Как это не получается, но получается еще лучше. Мы в Таджикистане сами себе делаем. Да? Из чего? Тоже такие? Да, так свинец из шерсти. Коня не против, что вы у них просто волосы выделываете из блюда? Мы у кони не брали. А, не брали, да? Там из барашки брали. А нужно соблюдать вот как раз длину, скажем так, самого вот этого... Ну, здесь свинец тут большовато. Большовато, да. Надо, чтобы длиннее было. А тут, если когда меньше будет, чтобы короткий был, хорошо будет. То есть там маленькое основание, да, и покороче сам волос. А я помню, в детстве мы тоже, вот вы свинцовые какой-нибудь там находили предметы, поджигали, выплавляли все это, растворяли и какие-то фигурки делали. Видимо, та же самая технология, да? Тоже самая. То же самое. Так у тебя все шансы сделать такое устройство. Я сделаю. Как он называется? Снаряд или... Это тувинский образец, и он так и называется. Ведь спорта ТВК, и сам образец тоже ТВК называется. ТВК, да? Можно похвастаться? Шериф Моха, ты сколько раз набила на фестиваль? Вот у нас для студентов 25-го числа, который проводили, вот Шериф Моха как раз от таджикской автономии набила вот этот ТВК. Сколько раз? 60 с чем-то. 60 с чем-то. А для девушек это же, наверное, вообще что-то необычное, да? Потому что все-таки в основном-то, наверное, мужчины этим занимаются. Да. Как правило, да, мужчины набивают больше, действительно. Но это выдающийся результат, потому что больше пяти раз вот у любителей никто не набил. Ну что, все впереди? Может, специально какая-нибудь обувь нужна, чтобы... Да, обувь обязательно. В валенках, мне кажется, будет вообще нормально надевать. Будет немножко гасить. А, конечно. Я уже продумываю технологию, да, я стану чемпионом в этом виде спорта. Ты не спортсменский матч. Ну, либо вы магнит можете сюда. Что пристроить кубы, да, да, да. Для девушек есть какой-то бонус в том, что она умеет вот с этим обращаться? ТВК играть. Ну, здесь, не знаю, в Красноярске, а в Таджикистане нету такого. Ну, все равны. Все равны. Ну, а не спорт, это разминка в любом случае. Так что, ну, активность какая-то для тела, это точно явный плюс. Всегда хорошо. Ну, что ж, давай представим гостей и еще раз поблагодарим наших гостей студии. Это представители Совета национальных объединений МИР, Султан Халжигитов и Шериф Мох Шахматшаева, представители Таджикской молодежной организации. За то, что нас познакомили с, ну, уже не только, сказать, Тувинской, наверное, да, но и Таджикской народной забавой ТВК. И рассказали о культуре наших с вами соседей. Спасибо большое, ребята, что сегодня к нам пришли.